ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Всем привет! Это «Запас прочности» и наш сегодняшний выпуск про зензивер. А еще про дежурку, юшку и барку. Сеть самых востребованных рюмочных Москвы, в которых и по будням не протолкнуться. Что же это за чудеса такие? Что за места? Кто и как их придумал и сделал? В чем секрет зензивера? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Был задание у нас в школе. Тематика задания была про молодость. Был замечен этот бар, так скажем, рюночный, на Покровке, который окружал как раз-таки кучу молодежи. Но заходить туда не хотелось почему-то. Потом, когда начал снимать, именно к заданию поднапрекся, так скажем, и ходил туда. Оказалось, что у меня очень много общих знакомых, которые посещают это заведение. Реально куча людей сюда, на улице, внутри, везде. Хочу, что какая-то определенная тусовка. Молодые и как бы такие бездельники. Мне еще очень нравилось, что там музыка была, которую я, в принципе, слушал всегда. Это была группа Аукцион. То есть спокойно могла там играть, что редко для меня, в принципе, в каком-либо заведении, где ты можешь пить пиво, например. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Простую дать мне золото письмо, тончайших жил, кузнечик в кузов пузо уложил, прибрежных много трав и вер. Пинь, 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 тарарахну, винзивер. О, лебедиво, о, озари. Я, например, могу вывести пьяного человека в любом состоянии, просто потому что такой склад характера. У кого-то другой. В твое рабочее время происходит будто бы в отдых, когда всем вокруг хорошо, как энергетический вампир. Тебе нужно наливать пиво, тебе нужно мыть посуду, тебе нужно готовить, тебе нужно принимать заказ. Когда ты в весьма медитативном состоянии, получаешь удовольствие от процесса. Здесь я занимаюсь кухней, то, что связано с едой, рецептурами и с контролем качества. У меня произошла проблема, я словил хронический панкреатит, то есть это воспаление поджелудочное, при котором нельзя пить, при котором выдерживается строгая диета. По этому поводу у меня был достаточно сильный депрессивный эпизод, так как я вообще слабо представлял, что делать. Не знаю, я очень много пил до этого, и ничего не изменилось. Временами приходится пробовать настойки и все остальное, и вот тогда уже действительно начинается, что уже как-то начал, и дальше надо продолжать. Вспомнил, что я, в принципе, когда-то готовил и готовил много. Это было вот таким одним уголком, где я мог отвлечься. На этой всей волне я запустил маленькие такие локальные эвенты. Это были званные ужины. Там было три курса блюд, я подбирал под них вино и рассказывал об этом ребятам. Наш общий знакомый с Гошей, с Полиной, присутствовал на одном из этих вечеров. В какой-то момент, когда ребята начали искать менеджера на кухню, когда начали открываться новые точки, то есть юшка и барка, он предложил меня. В последнее время я работал в более каких-то премиальных заведениях. Работал на позиции с эмелье, работал официантом, до этого работал поваром. Работал столером, строителем, ставил иммерсивные спектакли в барах. Учился на актера недолго. Ну, то есть много чем. Кто-то учится в школе Роченко, кто-то учится на философском, кто-то нигде не учится, просто работает. Кто-то, как Катя, объездила полмира. Не полмира, а весь, по-моему, земной шар автостопом. Знаете, что работа в баре – это достаточно тяжелый труд. Я этого искал, то есть мне хотелось зарабатывать своим трудом. Принципиально каким-то тяжелым физическим трудом, таким простым, каким-то примитивным. Некая такая медитация, разгрузка. Время – ты редко о чем-то думаешь, ты просто фигачишь. Хотели, чтобы это было место. Куда человек заходит, выпивает стопку на стойке и идет себе дальше. Как была гениальная рюмочная между площадью революции и непольской. Ты приходишь, там стоит такая толстая баба. Я это слово не очень люблю, но там прям баба. Злобно смотрит на тебя, туда заходишь. Мне набор. Наливает тебе 100 грамм водки в стакан сверху хлеба, плюхает соль и туда и говорит, у вас 150 рублей. Следующий. Это переосмысление вот этого формата. Поэтому у нас стоят за баром филологические девочки. Я работала оператором, фрилансером. Я в ней только не работала. У меня было очень много офисной работы. Я работала в видеопродакшене. Мы снимали много рекламы. Наверное, спустя неделю-две после открытия Зинзевера. Меня позвала туда подружка. То, что вот, открылась какая-то новая рюмочная, прямо рядом с Ямой. Туда пришли, была куча знакомых, куча народа, все такие взволнованные. Как раз мы тогда искали работу с этой девочкой. И такие, это судьба. На следующий день мы написали в инстаграм Зинзевера. И еще через день пришли на стажировку. И вот так вот началась наша история. Как-то раз летом друзья отвели меня в Зинзевер. Почему-то так впечатлилась атмосфера в Зинзевере. Мне очень хотелось просто поработать на какой-то подобной работе. Когда я пришла сюда, мне нравилось перерабатывать. Вы что-то приходит много людей. И у нас большая загрузка. Поэтому ты постоянно ходишь на движении. Я просто по себе знаю, что я не могу ничего для себя делать. Даже лучше параллельно с кем-то. Чтобы делать, так сказать, для друзей. И чтобы постоянно слышать какой-то отклик. В баре нет такого, что тебе не о чем заняться. Приходишь, делаешь заготовки по еде. Заготовки, допустим, для коктейлей. Приводишь бар в порядок. Не только налить пиво и так далее. Потому что я считаю, что самый-самый главный профит, который я вынесла из работы в Рюмочных, это мои знакомства и мои связи. Такое ощущение, что мы воспитывались в одной среде. Росли на одних и тех же книгах. Мне так кажется, что сюда все пришли, потому что это что-то такое давно забытое и родное. В детстве меня родители водили в проект ОГИ. И это было что-то совершенно особенное. Где какая-то общность есть. Мне нравится, что сейчас это тоже может быть. То есть это никуда не ушло и не пропало. Могу так же, как родители, своих друзей сюда привезти. Побыть на их месте. И выпить, и людям показаться. Поговорить, и им почувствовать, что ты в кругу друзей. Это вот как раз-таки общность поколений. Слушай, ну а куча же наверняка какой-то жести там. Я считаю, что когда ты идешь на такую работу, ты как бы заведомо должен понимать, на что ты идешь. Какая-то девочка кинула просто кружку вот так вот за барную стойку. И нам просто повезло, что никого не было в радиусе. Одна из смен зимних в зензевере еще в 2018 году, по-моему, когда было типа пять драк в одно время. И прорвало трубу. И просто вода. И непонятно, что происходит. Буянит все. Приходит, приходит. Стекла били. Один раз, значит, к нам пришел человек. Не то чтобы ночь или что-то такое. Вот я был в баре, и он как-то агрессивно себя вел с барменами. И в том числе пытался продать всем набор ножей. Ну, какой-то бичара, который пытается продать всем посетителям набор ножей. Мне это, естественно, не понравилось. Я говорю, типа, старичок, давай отсыду. Вот, а он говорит, типа, давай, сейчас мы выйдем, там все такое. Я вижу, что он нож себе прячет в карман. Я думаю, ну хорошо. Я с ним выхожу, что-то мы разговариваем. Он говорит, да я тебя сейчас типа порежу. Все такое. Я говорю, ну хорошо, ну порежь, но ты можешь уйти просто отсюда после этого. Вот, его смутило, смутило то, что я никак не боюсь его кухонного ножа. Вот, и он расстроился и ушел. Вот, а еще был смешной случай, когда тоже какой-то чувак, он прям агрессивно приставал к девочке моей знакомой. Значит, говорит, пойдем-выйдем, пойдем-выйдем, там все вот это, пойдем на улицу. У нас уже охрана стояла, вот. И я, как вежливый человек, пропускаю его вперед на выход, а не говорю, этого не впускать. И он потом через окно очень долго кричит, и сыкло, что же творится? Вот такой. Мы познакомились на закрытии мастерской. Он был очень пьяный, я была не такая пьяная, и почему-то он сразу стал как-то со мной фамильярно разговаривать, потому что мы заочно как-то знали друг друга, но когда он познакомился первый раз, мне было тоже 14, а он был уже взрослый и крутой. И поэтому ему было со мной тогда неинтересно, а тут я уже повзрослее, не знаю, в общем. И он как-то страшно стал со мной фамильярно разговаривать, и, в общем, как-то мы сразу подружились, я не знаю. Анька предложила мне Гошу на работу, Гоша тогда был без работы, посмотрел, особо для него места рабочего не было, но я предложил ему помогать со всякими издательскими делами. И смотреть, сразу был прицел смотреть, открыть рюмочную, какой-то такой формат полуклубный. Гоша мне очень понравился чем? Тем, что он благодаря своей маме какой-то среде и донской гимназии инсталирован, инспирирован похожими вещами, как был когда-то я. Когда ему говоришь какую-то фамилию, сильная есть надежда, что он знает эту фамилию, что он с тобой одинаково что-то понимает. Мне это было очень близко, и Максиму он понравился ужасно, Амелину, потому что есть о чем разговаривать. Молодой человек со своим видением, своим представлением, но есть о чем-то можно говорить. Тут дело во взгляде, что ты замечаешь в мире, то ты не отрицаешь какие-то чувства, которые у тебя есть, ты не закрываешься. Я не то чтобы вот не знаю это, ну и пофиг, что я это не знаю. А я не знаю и расскажи мне. До Синзивера куда ты ходила с друзьями в Москве? В том-то и дело, что вообще в принципе никуда. И у нас с папой был часто разговор, потому что все закрылось. Я провела какое-то бешеное количество времени в пирогах на врасейке. Потом был завтра, моя сестра напевала со мной декилы в 14 лет. Ну в общем, прекрасные экспириенсы разные тоже во всех этих замедениях. В какой-то момент они закрылись. И какое-то долгое время ничего не было. Я все время так, типа, чуть-чуть капала на мозги, конечно, Дмитрия Суоновича и говорила, что, пожалуйста, давай, давай что-нибудь сделай нам еще, а то уже мне пора гулять. Я уже взрослая, а ходить-то, в общем-то, и некуда. И он мне, в принципе, очень резонно говорил, что хочешь место, найди. Хочешь, ну, чтобы было что-то, ну давай, иди, ищи. И дальше Гоша стал искать место. Полгода бешеное количество времени я смотрелся, Анна, ездил по пространству. Мы все время ходили в разные удивительные места, которые были раздолбанные, страшные. Доворили так, тут у нас будет вот это, тут у нас будет вот то, здесь мы будем это. И ужасно было здорово. По некоторой случайности, это вьетнамское кафе, которое было на Покровке, закрывалось, это было кафе, которое мой приятель был хозяином, мы его как-то успели подобрать. Мы, конечно, сразу были в шоке и счастливы, что это на чистых прудах, и это просто злато и жило. Мы зашли, там все в тараканах, воняет просто так, то есть ты заходишь и сразу хочется немножко потошнить, потому что запах был просто какой-то кошмарный. Потом выяснилось через несколько дней, что там лежала коровья голова, например. И это был просто кошмар, и вот эти тараканы, но мы все равно там сидели, потому что уже наше место, и уже есть ключи, и что бы не сидеть. Красивая такая история, насколько это правда. Вас позвали, по-моему, на фестиваль какой-то они, да? Ну, маленький фестиваль, который вот Федя Фокин, может быть, он уже ушел, он там внизу. С Аней и с Гошей делали фестиваль, который был в том месте, где у нас теперь бумажная фабрика, временно закрытая, который обязательно откроется. Там был клуб Шаги, который отчасти был бутлег Шаги, и начинался в пространстве проекта Аги. Я увидел толпу прекрасных, как вы говорите, детей, людей, которые ходили в проект Аги, в пироги и так далее, то есть детей своих друзей. И подумал, надо с ними что-то делать, они же прекрасные, хочется быть с ними. Стал тот период, когда нужно ломать, все уже, подписали все бумаги, и можно приходить и ломать стены. Ну, в общем, получилось так, что мы позвали своих просто друзей. Выданы были кувалды, и которые стали молотками просто ломать эти стены, включая меня, я тоже ломала эти стены, мы снимали навесной потолок. В пыли дикой работаешь весь день. Папин водитель приезжает, привозит баклажку водки. Меня как девочку единственную дают деньги, я иду в Дикси напротив, покупаю самую дешевую колбасу, хлеб, огурцы, сок. Оно стоит на столе, и до вечера идет работа, и дальше начинается не то чтобы пьянка, но ощущение такое, что ты на даче, что это твой дом уже. И мы сидели просто бесконечно, смотрели фильмы, какие-то глупые сериалы, в пыли, в грязи, потные, обнимаясь друг с другом, плача, там, вот это вот все. То, что происходит на даче, потому что ты как-то изолирован, и у тебя какая-то своя жизнь складывается в одной компании. Но при этом удивительно то, что ты как-то поворачиваешь голову в какой-то момент, и видишь, что там ходят люди по покровке. И это просто какое-то, ну, это сумасшествие вообще непонятно. У меня была идея, мечта, даже мечта, назвать бар «Синичка». Потому что однажды я очень сильно выпил водки «Мамонт» и подумал, что, конечно, утром тяжело, потому что «Мамонта» выпил. Другое дело было бы «Синичка». Ну, опять же, «Синичка» у нее много коннотаций, «Московская такая птичка» и «Синичка-алкоголичка». Ну, в общем, и тут мы обнаружили, что есть в километровой зоне от нас бар, который назывался «Птица-синица», и решили, что западло. И долго искали название. А потом мы были на семинаре по национальной поэзии, где Максим Алибертович Амелин попросил национальных поэтов, кабардинов и так далее, перевести на их языки секторение Хлебникова. И тут я и вспомнил, что «Зензивер» же это и есть, большая синица, которая еще называется «Синица-кузнечик», сказали же мы. Будет «Зензивер». Вот так получился «Зензивер». Как мы делали логотип, это просто было бешенство, потому что первый раз работал с папой, вот так вот, как бы еще не просто там, а что-то такое творческое, что было важно ему и мне было сделать хорошо. И это было очень долго, и мы очень долго искали эту птицу, в итоге нашли, было ужасно здорово, потому что просто я приходила, там, выкладывала 20 вариантов, говорила, ну смотри, мне, понимаешь, пиросмания нужно, пиросмания. Я такая, ну что ты имеешь в виду, я не понимаю. Помню, как мы ее уже там доводили, она нарисовала набор каких-то птичек, я ей сказал, что должно быть как пиросмания, должна быть радость и такая, как бы, энергетика пиросмания. И тогда она прямо искала этот цвет, синий. И так было просто бесконечно, бесконечно, он как бы не всекал, я говорю, ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну, и потом все-таки нашлась эта птица. Я взяла просто фон пиросмания, с картины, просто вот у него небо написано, и как-то сошлось все. А какое еще было ТЗ, помимо пиросмания? Ну дурацкая какая-то должна была быть. Ему не нравились характеры, она была какая-то хитрая очень, говорит, это хитрое, это не надо. Своим говорил, что ну вот должна быть как ты, такая дурацкая девушка какая-то такая, пиросмания. До Зинсевера с папой такого контакта не было? Наверное, нет, но с ним просто правда очень трудно найти язык. Он такой человек в себе очень глубоко. Для меня он как такой мудрец, который иногда выкрикивает какие-то штуки, а ты потом уходишь два дня и думаешь, а что же он сказал тебе? Позвали всяких крутых чуваков, взрослых, вести экскурсии по разным местам Москвы для них с воспоминаниями. Ну и там Бродский, Ас, какие-то всякие разные, там, Рубинштейн, всякие чувачки, короче. И папу тоже позвали, и я, значит, всем друзьям сказала, пошли, типа, папа ведет экскурсию по Причистенке Ас тоже. И мы все пошли и думаем, сейчас он будет рассказывать, что-то интересное. В итоге он нашел какого-то чувачка, тоже старика какого-то, очень красивого, с бородой. И они шли с ним вдвоем разговаривали, абсолютно какие-то цифры штуки. А он иногда только комментарии вставлял, он говорит, ну вот тут я подметал, вот здесь я подметал. А он просто по Причистенке Ас тоже, когда вернулся из Тарту, он учился в Тарту у Лоткмана, вернулся оттуда. И просто нужны были деньги, потому что у него родилась дочка, и он просто ходил подметал две улицы. И все, это все примерно, что он рассказывал. Он просто говорил, вот здесь я подметал, вот в 6 утра вставал, здесь подметал. А потом шел в библиотеку, до 10 утра делал работу, шел в библиотеку, а потом шел с Приговым водку пить. Да, это было, я работал дворником на Причистенке, а в Давыдовском институте в это время были циклы лекций. В этом смысле было прекрасно, а так время было какое-то. Не хватает Бабардашвили, безусловно, Бабардашвили нет. И нет такого класса людей крупных, с которыми можно общаться, слушать и быть ими пораженными и инспирированными, конечно, стало в дефиците. И не хватает такой простоты и понятности социальной. Вот я там дворник, понятно почему, понятно, что делаю, понятно, какая-то траектория жизненная. Понятно, что хорошо, что плохо. Но мы же тогда были дворниками и сторожами не просто так, мы были одновременно художниками, поэтами. Тоже переходят его какие-то друзья ко мне, те, которые мне казались где-то. Просто я прихожу, и там сидит Леня Федоров с папой. И мои друзья все просто в таком состоянии остаются на 10 минут. Но я же понимаю, что что-то, значит, как-то действительно из-за того, что рядом со мной всю жизнь какие-то удивительные люди с каким-то другим мышлением. Тут даже не дело в том, что они как-то, может быть, признаны кем-то. Вот что-то у них в голове по-другому варится. Поэтому, наверное, я привыкла к тому, что это вообще нормально. И он тоже знакомится с моими друзьями. И в таком же восхищении от них. Это вот так само. Мне такое приятно. Я бы хотела так тоже, в принципе, взаимодействовать с людьми и стольких людей знать. И иногда мне даже кажется, что я уже их знаю. Вот этих людей, с которыми папа, когда ему было 25-30 лет, общался. И мне сейчас кажется, что это просто какие-то те же тригов и Рубинштейн. И доросла до какого-то момента, что мне уже хочется какое-то тоже свое. И так вот удивительно, правда, получилось, что почему-то... И вы сейчас со мной почему-то разговариваете же. Ну, то есть я не понимаю, почему на самом деле. Я вас даже спросила, почему. Получается, как-то это место связано со мной тоже. Просто, что смена происходит. Все прошедшие остаются, не сменяются, не уходят. А просто мы вместе становимся как-то в одном. Для меня важно, куда мы из этой ниши вырастим. Моя мечта, чтобы это была некоторая сеть уникализированных мест. Отчасти проданных персоналу. То есть, чтобы персонал их считал своими и работал как в своем месте. Которые создают casual, обычную жизнь в разных районах. Чтобы оно было и в Таганроге, и в Чертаново, и в Смоленске. И чтобы это могло выживать в разных местах. Это связано, конечно, с деньгами и с предприниманием. Много с чем. Потому что если мы совсем уходим еще ниже по цене, то мы получаем синих. Наливайка называется. Просто дешевый алкоголь и больше ничего. Как только мы получаем дешевый алкоголь и больше ничего, мы начнем оптимизироваться и по качеству. И все это трэш. Трэша не хочется категорически. Я не буду этим заниматься. Но придумать, как в бедной среде, институциональной и часто просто денежно-бедной, делать места, где людям хорошо, это важно. Разница между хорошим и плохим пьем. Это очень большая жизненная разница. От одного ты болеешь и дети не родятся, от другого у тебя прекрасно и весело. Слушайте, ну, я, конечно, хочу сказать, что это самый сложный выпуск. Если говорить про какой-то вывод или попытку вывода, в 90-е годы в России была такая волна свежего воздуха, которая подарила нам рок-музыку, Хвостенко, Федорова или так далее, литературу, философию, кино. Это как-то вдруг стало интересно многим людям. Потом нулевые подкручивания гаек ввели моду на деньги. Если пройти по новому Арбату, посмотреть на машины, которые здесь ездят, посмотреть на людей, которые здесь ходят, или на дома, которые здесь подсвечиваются, то получается, что в центре угла уже стоят другие вещи. Но вот эти люди из 90-х, для них в Москве были определенные места. По всей России были определенные места. Кухни, в крайнем случае. А в Москве, например, это были те же пироги. Так вот, у этих людей родились дети. Специальные дети, специально обученные, которые с детства знают слово Киркегор или Хайдеггер или, не дай бог, Тарковский. Так вот, сейчас эти дети подрастают в социуме, на учебе, на работе. Ну, если эти люди не учатся в творческом вузе или не работают в каком-то модном журнале, я думаю, что им тяжело и, может быть, грустно, и как-то они чувствуют себя несколько одиноко. Так вот, Зинзивер, Юшка, Дежурка и Барка – это, на мой взгляд, места, которые приходят эти люди, дети тех, кто ходил в пироги, ну, в условные пироги. Так вот, их дети приходят в Зинзивер для того, чтобы увидеть своих, для того, чтобы услышать ту музыку, которую им ставили родители, для того, чтобы услышать за соседним столиком разговор про те книжки, которые они читали, в стремлении увидеть своих, в стремлении избежать одиночества. И есть секрет Зинзивера. Всем пока, это «Запас прочности». Как там говорит Пивоваров? Лайки, подписки сюда. Будьте с нами. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому! Продолжение следует...